Набираем 700 лайков и я сразу сажусь записывать новую серию. Всем здарова ребят, с вами Локи, мы продолжаем карьеру за МЮ в PS20 и продолжаем наш путь в чемпионате, а также Лиге Европы. Сегодня нас ждут два непростых матча с Челси, которые идут на шестом месте, а также с Тоттенхэмом, которые занимают на данный момент первое место в турнирной таблице. Также у нас открывается в этой серии трансферное окно, было много разных предложений по поводу того, кого стоит купить. Нам пришло предложение по Лингарду от Эвертона, они готовы заплатить 40 миллионов, но я послал им ответное предложение обменять нашего Лингарда на их Ришерлисона. Ну и в общем посмотрим согласятся ли они, в принципе левый атакующий игрок нам не помешает, также предлагали различных защитников. Сейчас у нас Скаут нашел пару вариантов и на мой взгляд один из самых интересных это Минди из Мадридского Реала, можно будет попробовать приобрести его, но перед этим нам нужно еще конечно продать Хуана Мату. Также предлагали купить Холланда, которым сейчас в жизни интересуется МЮ, но посмотрим хватит ли нам на все денег. В общем ребята, усаживайтесь поудобнее, влепите лайк к этому ролику, чем быстрее наберутся лайки, тем быстрее выйдет новый выпуск и погнали на первую игру против Тоттенхэма. Мы играем на выезде, матч будет непростой, вот такие вот составы выходят на эту игру, ну и ребята поехали. Сейчас нужно подсобраться и выйти очень настроенными на эту игру. Показывают нам футболистов Тоттенхэма, не вижу я Харри Кейна, возможно он на замене. Также сегодня на воротах у них Газанига, а не Лиорис. Немножко странно, но тем не менее нас мало должно волновать, почему у Тоттенхэма вышел тот или иной игрок. Возможно дают они отдохнуть кому-то. Ну а возможно это шанс для нас, и вот сейчас здорово Рэшфорд. Ну же Рэшфорд. И надо бить, ворота пустые. И Рэшфорд забивает. Вот это начало и ошибка голкипера и защитника Тоттенхэма. Седьмая минута. И Маркус Рэшфорд забивает очень важный гол. Отличный пас пошел из глубины. По-моему Фред его делал. И вынудил выйти галкипера Тоттенхэма. И вот здесь в Вертонгену в колено мяч попадает. Ну и Рэшфорд, конечно, красавчик. 1-0. Жаркое начало матча. Но не стоит сейчас очень сильно радоваться. Все-таки, я думаю, не просто так. Тоттенхэм сейчас идут на первом месте в турнирной таблице. Санчо получает в лицо. Может быть стоит дать желтую? И желтая карточка есть. Эриксон. Нервы сдаю. 20-я минута. Роуз пытается что-то доказать. Но что можно доказывать, когда Эриксон вот так вот локтем бьет в лицо сопернику? Это желтая. И штрафной удар. Пошла подача Бэкхэма. Еще один удар по воротам. На сей раз Антони Марсиаль. Санчо. Ну же. Еще один удар. И как здорово играет. Галкипер Тоттенхэма уже, казалось, наверняка разыграли. Оль Погба попадает в ногу вместо мяча. Но арбитр, по всей видимости, разрешает играть, раз встреча не остановлена. Опасно. Сейчас Тоттенхэм по флангу атакует. И здесь Ван Бисака. Ну ладно, хотя бы так. Вау, 34-я минута. А здесь карточка поля у Погба. Все-таки арбитр без внимания этот эпизод не оставил, когда Погба не добрался до мяча. Санчо. Хороший перевод. Антони Марсиаль должен догонять мяч. Марсиаль его догоняет. Ну же. И теперь пас на Решворда. Решворд немножко не добрался. И уже на вынос играют футболисты Тоттенхэма. Ну очень такая, знаете, равная игра. Ни одна из команд не сдается. Марсиаль бьет в дальний. И снова. Очень здорово действует галкипер Тоттенхэма. Ну вот после своей ошибки он играет просто безукоризненно, так скажем. Удар поворотом. И повезло, что мы его немножко заблокировали. Но вот, ребят, когда такая борьба на футбольном поле, именно ошибки, благодаря которой мы смогли забить первый мяч, и приносят победы. Харри Кейн вышел у Тоттенхэма. Вот так вот они хотели, видимо, легко нас обыграть. Без участия Кейна в этой встрече. Но не тут-то было. Они уже в роли догоняющих. Маркус Решфорд. Еще удар и 2-0. Дубль Маркуса Решфорда. 52-я минута, ребята. Это уже заявочка на победу. Марадона спокоен. Просто вот эта радость в дрожащем кулачке. Ничего большего. Но Решфорд взорвал. Убрал Санчеса и пробил. В дальний верхний угол. 0-2. Ну и я уже не знаю, что нужно Тоттенхэму, чтобы выиграть сегодня. Пошла подача. Все спокойно. У нас поле покидает Фред. И Санчо. Выходит Хуан Мата и Матич. Небольшие перестановки на поле. Люк Шоу. Снова травма. Ребята, нужно по-любому покупать левого защитника. Люк Шоу практически в каждом матче у нас помирает. И замен уже нет. Замен уже нет. Так что сейчас будет испытание. На последние 10 минут все проскочили. Все. Люк Шоу уже не может подняться. Мы доигрываем, видимо, этот матч уже в десятером. Пошла подача. Удар по воротам. И рядом со штангой летит мяч. Еще одна атака Тоттенхэма. Эриксон простреливает. И Ромеро спокойно мяч забирает в руки. Быстро вводит его вперед. И все, ребята. Это победа. Благодаря дублю Маркуса Рэшфорда мы зарабатываем три очка с лидером турнирной таблицы. И отправляемся уже на следующий матч. Телси выиграли у Арсенала. Ньюкасса выиграл у Бернли. Также победил Брайтон. Кристал Пелос сыграл в ничью. Победа Манчестер Сити. Ливерпуль. Шеффилд. Норвич проиграл Эвертону. И Астон Вилла обыграла Уотфорд. Ну и, ребята, мы на третьем месте. Приближаемся уже к Ливерпулю и Тоттенхэму. И отрыв от лидера всего лишь пять очков. Люк Шоу, ребята, снова на травме. Попал он в лазарет после этого матча с Тоттенхэмом. Ну и я не знаю. Возможно, даже стоит его продать, потому что он буквально в каждом матче, либо через матч, получает травмы из-за того, что ему не хватает выносливости на всю игру. Ну а нам нужны ребята, которые готовы просто на 95 плюс работать и приносить пользу команде. Мы приехали в гости к Уотфорду. Также нам пришел ответ от Эвертона. Они отказались обменивать Лингарда на Ришард Лисона. Ну и, в общем, переговоры зашли в тупик. Будем смотреть, что получится дальше. Сегодня Лингард у нас на поле. Может быть, он все-таки что-то соизволит показать. Почему бы и нет. Ну а пока соперник в атаке. Эшли Янг. Передача в центр. И было, знаете, опасно. Джесси Лингард. Надо бить по воротам удар. И с трудом спасает голкипер Уотфорда. Здорово. Хороший подкат. И не позволили сопернику быстро развить атаку по флангу. Это Матич был. И теперь он еще и в отбор вступает. Поль Погба. Передача на Лингарда. Вот она, свободная зона. Но уже Джесси Лингард не запари момент. Удар Лингарда шведкой. Хороший гол. Долго я думал, что стоит делать. Отдать передачу на Решфорда. Или забить гол. Джеймс подебил немножко. Ну и здорово. Посмотрите, как Поль Погба тоненько выдал передачу. Джесси Лингард. Забивает важный гол сейчас. Может быть с ним все не так плохо, как мы думаем. Но посмотрим. Посмотрим. Один вот этот мяч. Это, конечно, мало. Нужно играть. Так же, как Решфорд. Стараться помогать команде изо всех сил. Удар по воротам. И уже Дехея спасает. Лингард. Набирает скорость по флангу. Пошла подача в центр штрафной. Но защита Уотфорда на месте. А здесь Дэвид Бекхам. Решфорд. Джеймс. И слабеньким получился удар. Но как разыграли. Решфорд и Джеймс. Красивая атака. У нас близка концовка первого тайма. И пока что единственный гол на счету Джесси Лингарда. Возможно, слухи. О продаже. Заставят его задуматься. Ну а пока желтая карточка. Это так, чтобы не расслаблялся. Въехал он здесь в ногу соперника вместо мяча. Еще один удар. Рядом со штангой. Неплохой первый тайм. В принципе, очень равная игра. Моменты были у обеих команд. Но пока впереди именно наша команда. Гол Джесси Лингарда. Вывел нас вперед в первом тайме. Пошел дождь. Под занавес первого тайма. И сейчас все может измениться. Любой дальний удар. Он может сыграть как за, так и против любой из команд. Пошла подача. Дэвид Бэкхам. Надбился прямо на ногу сопернику. Удар поворотом. В спину попадает. Кому-то из наших защитников и угловой. Но вот на второй тайм Уотфорд вышел как-то более слаженно. И здесь неплохой момент. И там Матич. Опасная передача. Здесь нужно сыграть через галкипера. Что это за бред? Далот отдает передачу на Дэхею. Дэхея бежит его поддерживать. Но я бы поддержал Дэхею. Серьезно? Мяч еле катился. Куда? Куда ты побежал, Дэхея? Вот это да. Вот это, ребята, момент. Времени, ребята, очень мало. У нас тройная замена. Ван Бесака, Марсиаль и Санчо. Ну и все силы сейчас вперед нужно бросать. Марсиаль. Дальний выстрел. И Марсиаль забивает. Замен это сыграли, ребята. Это Антони Марсиаль. Вышел и забил за две минуты до конца. Вот это матч. Фантастика просто. Галкипер Уотфорда не смог справиться с этим мячом. Показывают нам дождливое табло. И Маркус Решфорд. О, Маркус Решфорд. Антони Марсиаль вышел на острие и тут же забил. Хорошо развилась эта атака. Санчо, можно сказать, голевая передача. И как же сжахнул классно Марсиаль. И выводит нашу команду вперед. И все. Тяжелейшая победа. Три мяча забиты нашей командой. И показали характер. Справились. А теперь отправляемся на игру против Челси. Тоттенхэм выигрывает у Челси. Ньюкассел обыгрывает Арсенал. Бернли и Брайтон играют ничью. Кристал Пелос обыгрывает Бормун. Также здесь Саут Гемптон играет ничью. Манчестер Сити. Лестер обыгрывает Ливерпуль. 3-1. Эвертон выигрывает у Шеффилда. И Астон Вилла проигрывает Норвичу. Мы, ребята, выходим на второе место. И идем. Идем. Просто вот по следам за Тоттенхэмом. Один раз их обыграли. Приблизились. И теперь ни в коем случае нельзя их отпускать. Итак, ребята, я провел переговоры с Минди и Мадридским Реалом. Они согласились. Даже так, знаете, с трудом. Но продать нам этого защитника. И это очень неплохое усиление, я считаю, на подмену. А точнее даже на главную роль, я бы сказал, вместо того же Люкашоу. Ну и я соглашаюсь на эти условия, ребята. Стоимость трансфера 28,7 миллионов евро. Ну и зарплата 4,2. У нас, ребята, третий матч в серии. Мы приехали в гости к Челси. Борьба в чемпионате продолжается. И Челси одна из тех команд, которая борется за лидирующие места. Мы подписали защитника Реала. Усилили оборону, пока он еще не присоединился к команде. Но думаю, в ближайшее время это произойдет. Это хорошее усиление за хорошие деньги. И мадридский Реал не хотел с ним расставаться. Но благодаря нашему скауту все-таки мы смогли убедить его. И желание самого игрока стало в этом вопросе решающим фактором. Ну а теперь давайте смотреть, что получится у нас уже в матче с Челси. Мы обыграли Тоттенхэм. Мы прошли Уотвард на характере. Но и теперь Челси. Непростой соперник, который играет дома при своих трибунах. Пошла подача. Такая даже больше в виде удара. Поворотом. Удар поворотом от Бекхэма и чуть выше. Удар поворотом и Решфорд. Ну слушайте, ему просто не нужно давать много времени. Маркус. Решфорд. Забивает очередной свой гол. 20-я минута. Джеймс нашел его отличной передачей. Решфорд просто сделал шажок в сторону и пустил мяч под перекладину. Отлично. Отлично. С трудом, конечно, прошла эта атака. Но Решфорд красавчик. На технику, щечкой с разворота он просто закидывает как рукой в ворота соперника. Ну и уже третий гол в этой серии на счету Решфорда. Ну и я бы отметил Джеймса, с которым мы, кстати говоря, продлили контракт. Со многими ребятами мы их продлили. Как раз таки в начале этого трансферного окна. Сейчас может быть дальний удар. Нельзя давать бить. Передача пяткой. Поддавливает Челси. Бэкхэм. И с ноги у Виллиан на мяч сняли. И тут же можно бежать вперед. Но Джеймс. Даже, может быть, ценой травмы пытался проскочить. И передача на Решфорда. И нужно бежать. Решфорд. Но съели его защитники. Вот кто говорит постоянно, что на звезде футбола защитники не играют. Вот сейчас был отличный пример, когда они втроем накрыли Решфорда и не дали ему убежать. После забитого нами мяча стало очень много какой-то грязи на футбольном поле. Эшлиян. Подача. Удар по воротам. Если бы сейчас Джеймс забил, это было бы очень красиво. И он бил именно на хорошей высоте. Не как обычно бывает нападающий Луперт ввысь. Успел сложиться и просто не попал в дальний угол. Марсиаль. Еще один удар. Рядом со штангой. Пошла подача. Отбились, хоть и с трудом. Хорошо развивается атака. Ван Бисака. Удар по воротам. И офсайд у поля Погба. Немножко. Немножко залез он в это положение вне игры. Время матча заканчивается, ребята. Челси с мячом идут в атаку. Перевод на правый фланг. Опасно. Держать, держать. Это Ковачич. Подача. Ух. Сейчас мог добраться до мяча. Нападающий Челси. А в итоге контратака. Лингард. Лингард забивает второй, ребята. Вот так вот убежал Челси в атаку. И Джесси Лингард забивает второй гол. Уже в добавленные минуты арбитром. Разыгрываем эту атаку. И здесь никого нет. И Джесси Лингард прошивает в дальний. 0-2. Жеру, который только что, кстати говоря, с подачи мог забить. Покидает поле. Выходит Абрахам. И на этом, ребята, матч закончен. Вот так вот сегодня три победы. Две из них над непростыми соперниками. В каждом матче мы смогли забить по два мяча. Лингард был не так плох. Красавчик Маркус Решфорд. Джеймс. Ну и, ребята, жду от вас поддержку. Как можно больше лайков, подписочки. Колокольчик не забывайте прожимать, чтобы быть всегда в курсе новых видосов. И увидимся. С вами был Локи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok